На военных пунктах плана победы Украины говорим далее. С нами на связи Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. Александр, рады видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, если мы говорим о военной составляющей, да, вот этого плана победы, который представил Верховный Раде президент Украины Владимир Зеленский, ну и, как мы понимаем, время визита в Европейский Союз. Сейчас, как я понимаю, глава украинского государства находится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но об этом мы также поговорим. Но в целом, если мы говорим о военной составляющей, на чем в первую очередь, Александр, стоит делать акцент? Давайте так, если мы знаем публичную составляющую этого плана, то о чем, в принципе, может идти речь в засекреченной части? Ну, просто предположение, возможно, не открывая карты. Смотрите, ну, на то она и секретная, наверное, но я могу сказать так, что... Нелогично. Да, на то она и секретная. Мне, знаете, я так скажу, тут в порядке так, что импонирует иногда, когда пишут западные медиа о том, что вот стали известны подробности секретных каких-то там договоренностей или чего-что-то. Мы сейчас их опубликуем. Если они уже опубликованы, они, наверное, уже не секретные. Но это так. Значит, что касается неядерного сдерживания и в том числе возможной секретной части. Значит, о чем речь? Первое, это то, что действительно очень важно для Украины зафиксировать следующие пункты. Что Украина стремится в НАТО, и мы ждем официального приглашения от наших партнеров, согласно той заявке и того решения, которое было принято. И та заявка, которая подписана президентом Украины, премьер-министром и главой Верховной Рады Украины. И мы поднимаем вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Это очень важно. Второе, даже когда мы будем в НАТО, мы должны говорить о том, что для нас важным элементом остается гарантии безопасности действительно действенные. Помимо статьи 5, мы говорим о том, что есть набор определенных решений и вооружений, которые необходимы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что на первом этапе это увеличение количества ракет и вооружений, которыми можно наносить удары по оккупированным территориям, а также наносить удары по территории России, как сказал президент Украины, выступая в парламенте. Средства, необходимые для того, чтобы поддержать Украину сейчас на поле боя. Но также есть и те решения и средства, которые мы планируем получить. Силы неядерного сдерживания. Что собой могут вообще представлять и предусматривать? И тут мы переходим к тому, что мы сейчас можем предположить о том, что же может быть в секретной части. Но силы неядерного сдерживания – это ракеты средней дальности. То есть, как правило, в западной терминологии ракеты средней дальности – это стандарт от 500 километров и дальше. Соответственно, таким образом, я думаю, что Украина просит у партнеров ракеты. Речь идет уже не только об Атакамсах, либо Storm Shadow и Скальпиджи, о них тоже, но с другой дальностью. То есть, мы говорим о том, что это должны быть ракеты дальностью. Если это Storm Shadow 450 километров, не 270, если мы говорим о дополнительных ракетах, которых у нас еще нет, но они заказаны уже в оборонно-промышленного комплекса США, речь идет о ракетах JASSN, которые предназначены для самолета ВФ-16. В версии они есть и до 900 километров. То есть, когда мы говорим о неядерном сдерживании, это этот перечень ракет от 500 километров, которые я озвучил, и которые хочет получить Украина, и которые необходимы. И второе, это баллистические ракеты Атакамс, но и помощь в разработке украинских баллистических ракет дальностью на 500 километров. Это баллистика и ракетный щит. И дальше к ракетному щиту мы причисляем системы противоракетной обороны и противовоздушной обороны, такие как THAD, которые на этой неделе по решению Соединенных Штатов правительства были переданы Израилю. С целью защиты от атак из Ирана. А THAD, патриоты, которые гарантируют ракетный щит. Это даже вне зависимости от того, мы вступаем в НАТО или нет. И это было бы целесообразно. Ведь опыт Финляндии показывает, что Финляндия вступила в Альянс. И после этого подписала дополнительное соглашение о том, что на территории Финляндии можно размещать самолеты Соединенных Штатов, в том числе в перспективе, которые могут нести ядерные боезаряды, и допускают корабли Соединенных Штатов, флота США, Финны в свои порты. То есть они себе гарантировали и подстраховались еще вот таким вариантом. Поэтому это то, что касается вооружений. Это действительно шаг вперед для того, чтобы Россия понимала, что эти силы есть. То есть помимо этого, силы неядерного сдерживания могут подразумевать под собой. И то, о чем говорил президент также, это о совместных усилиях и совместных действиях по проведению операций взаимных с нашими партнерами. То есть важно подчеркнуть, что Украина этим планом говорит не только, что мы ожидаем, что вы нам поможете и дадите, но Украина, в который раз подчеркивает и говорит о том, что мы уже сделали, какой вклад внесли в европейскую безопасность, но и готовы еще и сделать, проводя совместные операции. То есть Запад понимает таким образом, и наши партнеры, почему Украину выгодно принимать в НАТО и почему с Украиной важно развивать партнерские отношения. И ввиду этого пункта, тут предусматривается фактически возможность того, что контингенты иностранных войск наших партнеров, стран НАТО, стран Запада, могут быть размещены на территории Украины с целью выполнения определенных задач, в том числе гарантирования неядерного сдерживания. Элемент наличия иностранных войск, контингентов, баз в том или ином виде гарантирует безопасность, например, той же Японии, либо Южной Кореи, в принципе, и Соединенных Штатов, и Израиля, извините, и Соединенными Штатами. В принципе, вот эти механизмы, которые разрабатываются, разработаны, и которые сейчас обсуждаются, и они действительно, ну, своего рода, есть такими прорывными для нас, когда мы говорим о гарантиях безопасности. И хотелось бы с вами обсудить два подпункта, скажем так. Это расширение операции с применением украинских ракет-дронов, инвестиции в расширение производства в Украине, и сразу же снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам на территории России. Почему я так объединила эти два пункта? Потому что здесь, ну, нам, конечно же, нужна реализация обоих пунктов, но ведь если бы развитие производства украинского вооружения, в том числе дальнобойного, было на более высоком уровне, опять же, при поддержке наших партнеров в том числе, то, вероятно, вопрос о разрешении, чтобы применять дальнобойное вооружение наших партнеров, ну, не был бы настолько сейчас актуальным, настолько горящим, знаете ли, решение которого требовалось бы еще на позавчера, как минимум. Вот насколько в такой последовательности наши партнеры действительно готовы, скажем так, включиться, потому что это ведь уже долгая дискуссия по поводу разрешения бить дальнобойным оружием партнеров по военным объектам. Хорошо, мы будем бить украинским вооружением, но вот, например, определенные комплектующие, может быть, даже технологии какие-то, которыми могут поделиться, это все было бы уж точно не лишним, и это все ускорило бы эти процессы. Да, действительно, я согласен, но что касается, как долго? Очевидно, что легко не будет, и мы идем по этому пути, понимая, что некоторые решения, они требуют настойчивости, вот как раз упорство, которое демонстрирует и президент Украины на международной арене, и они требуют, ну, такого, знаете, постоянного движения по этому пути, иногда с преградами. Я за эти дни, вот за несколько дней, слышал достаточно разные заявления, в том числе иногда критические замечания, мол, Украина просит невозможного, никогда Запад на это не пойдет, этого не будет и так далее. Но Украина по заявлениям многих с 2022 года просит невозможного, то есть и Украина осуществила уже невозможное, и многие это поняли, просто не все еще, наверное, смирились. И в этом плане тоже, на самом деле, Украина предлагает достаточно прагматичные и пошаговые этапы реализации стратегии по гарантиях безопасности в тех условиях, в которых мы сейчас оказались, и оказалась система мировой безопасности, европейской безопасности. Поэтому, что касается, как долго партнеры будут принимать решения, необходимо понимать, что это может потребовать еще определенного промежутка времени. Тут простых ответов нет. Но вместе с тем и как раз визиты президента Украины, украинской делегации в Соединенные Штаты, в европейские страны, сейчас в Брюссель, они направлены на то, чтобы в который раз убеждать и аргументированно приводить те аргументы, извините за тавтологию, которые дадут все-таки нашим партнерам возможность принять необходимые решения, в том числе и в их интересах. И когда мы говорим о совместных операциях, размещении вооружений на территории Украины, превентивных механизмов, это все суммарно, что должно работать. Также это инвестиции в оборонно-промышленный комплекс. Это тоже часть и один из подпунктов плана о том, что мы стремимся совместно производить вооружение, о том, что вызовы перед европейской безопасностью никуда не исчезают. И поэтому все равно вооружаться необходимо, учитывая тот уровень угроз, который сейчас существует. И поэтому, как бы там ни было, но такие истории, как совместное производство вооружений с Францией, либо готовность Соединенных Штатов идти тут навстречу, это те шаги, по которым мы должны продвигаться. Поэтому достаточно много пунктов, по которым у нас уже, кстати, есть определенные наработки, необходимо сказать. И по тем же вооружениям есть уже решение той же Дании инвестировать в производство украинских артиллерийских установок Богдана. Есть решение по совместному производству беспилотниками с Нидерландами и другие проекты, которые тоже постепенно будут реализовываться. Хотя еще 2-3-4 года назад представить себе, что европейские страны будут вкладывать в украинские оборонные предприятия, ну, было достаточно тяжело. Но сейчас это происходит. И мы видим. Второй момент. Сила неядерного сдерживания и гарантии безопасности для Украины. Мы же тоже тут, в принципе, находимся в дискурсе, который время от времени возникает в той же Европе. В начале года французский президент Эммануэль Макрон в феврале, созвав конференцию поддержки Украины в Париже, говорил о том, что одной из опций может быть отправка инструкторов и военных контингентов в Украину. То есть тоже допуская различные формы. И поэтому для того, чтобы у нас не было, знаете, там разнообразия, что кто-то предлагает одно, второе, другое, третье и так далее, Украина выходит с двух позиций. Есть мирный план Украины, который был презентирован ранее. И второе, есть план Победы, который предполагает инструкцию и шаги, каким образом реализовать украинский мирный план и принудить Россию к миру, принудить к тому, чтобы они на первом этапе были готовы сесть за стол переговоров, а потом уже обсуждать условия без своих ультиматумов, которые идут в нарушение и в разрез нормам международного права. И для этого есть унифицированная формула. Ведь я могу приоткрыть для кого-то какой-то инсайт, хотя он таким, наверное, не будет, что от Украины все время требуют и спрашивают, а какое ваше видение, какой ваш план. Вот, пожалуйста. И для того, чтобы это унифицировать и сказать, что нет, давайте мы не будем говорить голосами даже наших партнеров то из Парижа, то из Рима, то из Берлина, то из Лондона и предлагать различные решения, даже из Будапешта некоторые, мы тоже знаем, там тоже предлагают. А некоторые даже, которые по соседству в Братиславе и с Москвой хотят по этому поводу говорить. Но для того, чтобы этого не происходило, Украина выходит с позиции, есть наш план, давайте обсуждать его. Вносите коррективы, вносите предложения. Давайте совместно садиться и говорить о том, каким образом найти пути его реализации. И это правильно. Александр, тут, знаете, нам говорят, что вот уже у нас цитнот, но я не могу просто вас просто так отпустить, что меня, ну что просто, ну вот меня это очень сильно, не то, чтобы волнует, да, оно волнует, наверное, всех украинцев. Возможно, кто-то не так явно об этом говорит или не задумывается, но, да, как по мне, мы не только должны говорить о поддержке партнеров, но и делать большой акцент на разработке собственных технологий, собственных вооружений, которые способны быть не только на каком-то тактическом, оперативном, но и даже на стратегическом уровне. Это, в первую очередь, идет акцент, как я понимаю, на ракетных технологиях. Да, как мне видится, есть определенные наработки, об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский, да, о баллистических экземплярах, которые способны поражать цели на больших расстояниях. И если тут мы говорим, Александр, о синергии, да, нашего потенциала и того, что нам могут предложить или в чем нам могут помочь наши европейские и американские партнеры. Да, вот как вам видится вот эта история и, скажем так, как скоро она может, скажем так, предоставить определенные результаты? Первое. Разработки есть, и президент тоже говорил о том, что есть успешные испытания ракеты, в том числе и баллистической. Это важно. Второе. Для того, чтобы нам в полном объеме и в полной мере реализовать эту программу, нам необходимы инвестиции. Потому что разработка ракет и их производство – это достаточно недешевый компонент. И в этом плане тоже идет сейчас работа, в первую очередь, с европейскими партнерами, поскольку силы неядерного сдерживания могут состоять и предусматривать, в том числе, производство ракет Украины. Но это силы неядерного сдерживания, в том числе и для Европы. У Европы, у стран Европейского Союза, помимо Таурусов, именно Европейского Союза, дальностью там на 500 километров, ракет нет у баллистических. Эта Таурус, она крылатая. Скальпиджи – то же самое, французское. И для того, чтобы была ракета баллистическая, действительно, силы неядерного сдерживания необходимо вкладывать. И Украина предлагает, что давайте совместно, и это будет защищать в том числе страны Европейского Союза. И определенный прогресс в этом наблюдается. Александр, спасибо вам за разговор. Благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на прямой связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.